Ждёт очень интересный маршрут. Для начала, для всех, кто регистрируется, выдают специальные военные билеты. Мы тоже зарегистрировались. В этом военном билете отмечены точки квеста. Всего будет порядка 10 точек на всём маршруте. Маршрут начинается здесь, во дворе капеллы, и заканчивается у Смольного собора. Старт маршрута выбран не случайно, потому что во время войны в здании капеллы здесь размещались военные части. Двор специально обустроили под военную тематику. Здесь выставили оружие. Также есть различные интерактивные задания. Каждый может с ними ознакомиться. Задание. Нужно узнать, какой кусочек хлеба рассчитывался в день на ребёнка или еждивенца. Как вы думаете? Если мне не изменяет память, то это было 125. Вот, мне кажется, по весу... Да, вы совершенно правы. Давайте попробуем, посмотрим, правильно или нет. Да, ответ правильно. Почему именно форма квеста? Потому что для многих кажется, что квест это, ну, знаете, больше такая развлекательная игра. А сегодня всё-таки день начала войны, такой день. На данный момент я считаю, что более интересно познавать то, что мы знаем, всех местах, где мы были. То есть, чтобы вы пришли и выполнили какое-то задание, которое относилось всем временам. Например, совершить перевязку. То же самое. Сделать это правильно. Остановить, например, кровотечение. Я знаю то, что участвует порядка 200 волонтёров. А сколько по предварительной записи зарегистрировалось человек? По предварительной записи у нас регистрировалось 300 человек. Если кто-то вот не сделал предварительную запись, он может там подъехать через час и поучаствовать в квесте? Да, конечно. Можно будет к нам приезжать и участвовать. До трёх часов. Будут какие-нибудь интеллектуальные вопросы? Конечно, будут. Например, я могу вам задать вопрос. Где, в каком районе города проходила единственная дорога жизни? Красногвардейский район, может быть, на территории Ржевки, да? Вы совершенно правы. Сколько всего заданий? То есть, получается, 10 точек, но заданий больше. Если у вас есть какие-то вопросы, вам дают дополнительные, возможно. Квест будет продолжаться до трёх часов дня, и вы можете испытать себя на знании истории нашей страны. Николай Горнеев, Максим Бочаров, ЛАЙП-78.